Эта история произошла в нашем районе несколько лет назад и прогремела на всю страну. Дело было ранней весной, когда поля готовят к посеву. Трактористы вышли в поле после долгой зимы, чтобы пробронить подготовленные земли. Вот и Артём, крепкий взрослый мужик, всю жизнь проживший в деревне, трудился на своём тракторе наравне со всеми. Ему досталась крайняя деляна, которая находилась прямо возле леса. Артём с детства не особо любил общество, ему больше по душе было одиночество и тишина, и только в своей семье, где кроме жены у него было ещё две дочери, он мог полностью открыться. По прибытию на свой участок Артём решил немного перекурить перед работой. Заглушив свой трактор, вышел на улицу. Мужчина огляделся по сторонам. «Эх, хорошо!» — подумал он. «И что может быть лучше, чем вот так, один на один с природой? А нет, не понять мне этих городских с их душными тесными офисами. Вечно куда-то спешащими и всё время везде опаздывающими». Так думал Артём, снова запрыгнув на своё рабочее место и запустив двигатель своего трактора. Он вышел на пашню, опустив бороны, как вдруг его внимание привлекли странные звуки. «Что это?» — подумал Артём. «Волки воют, что ли?» Он прислушался, высунувшись в открытую дверь трактора. «И правда вроде волки. Странно всё это». Мужчина занял своё рабочее положение и нажал педаль, давая трактору обороты. Но тут взгляду мужчины представилось то, чего он не видел ещё ни разу в своей жизни. На полянке посреди белого дня собралась целая стая диких волков. Одни из них безудержно выли, закидывая морды вверх и нетерпеливо переминаясь с лапы на лапу. Другие обнюхивали какой-то странный предмет, похожий на чёрный куб. Но всё они явно желали привлечь внимание человека. Артём остановил свой трактор, желая понять, что происходит. Не глуша двигателя, мужчина вылез на подножку трактора, вглядываясь в волчью стаю. Волки, поняв, что их заметили, начали вести себя ещё более странно. Они выли, подбегая ближе к трактору, и снова возвращались к непонятному предмету. Некоторые из них скребли лапами эту коробку и даже грызли зубами, оставляя белые полосы. Артём уже не раз за свою жизнь встречался с волком в лесу, и всегда они расходились мирно. Он знал, что волк не будет нападать без причины, а у этих есть причина, но не для нападения, а вот для такого странного поведения. Мужчина выпрыгнул из кабины трактора и встал рядом с ним, ожидая последующих действий волчьей стай. Волки, увидев, что они добились своего, перестали выть, и даже многие успокоились. И только самые упорные продолжали рвать и кусать этот неподдающийся странный куб. Поняв, что человек хочет подойти, хищники один за другим стали таять в лесных просторах. И вот уже последний серый хвост, мелькнув между кустов, исчез, будто его здесь никогда и не было. Выждав ещё немного времени и взяв в руки большой ключ, мужчина стал приближаться к неопознанному предмету. Артём уже понял, что это был ящик, грубо сколоченный из разных досок. Но вот откуда он взялся и что в нём лежит, это ещё предстояло выяснить. Он подошёл к ящику, всё ещё поглядывая в сторону леса на случай, если серые друзья вдруг вернутся. Но вскоре он совсем забыл о волках, когда услышал, как из ящика раздался детский плач. Он заглянул в щель и увидел, как там лежит совсем маленький ребёнок. Кажется, он только проснулся и начал кричать. Артём, засунув ключ между досок, сильно надавил. Доска вместе с гвоздями охотно подалась, выходя из своего места. Мужчина схватил доску и одним рывком вырвал её. Каково же было его удивление, когда на дне этого ящика он увидел не одного, а сразу двух детишек. На вид им было не больше полугода, и они были замотаны в какие-то тряпки, и скорее всего, если бы мужчина не заметил и проехал мимо, то они просто бы тут замёрзли. Ком подкатился к горлу мужчины, а на глазах выступили слёзы, когда он взял на руки этих малышей. «Да кто же с вами так?» — безрезультатно спрашивал он у найдёнышей, а те только улыбались ему в ответ и тянули маленькие ручки. Мужчина положил детей в кабину трактора и, отцепив бороны, поехал в деревню. Взглянув ещё раз в сторону леса, он про себя сказал «Спасибо вам!» «Серые, если бы не вы, не жить бы этим крохом!» Артём остановил свой трактор возле сельского медпункта. И когда местные фельдшеры увидели находку парня, то удивлению и возмущению их не было предела. Конечно же, была вызвана полиция, и уже буквально через полчаса вся деревня знала о том, что произошло с нелюдимым Артёмом на поле. Полицейский долго пытал тракториста вопросами о том, как тот нашёл детей, видимо, не мог до конца поверить в историю с волками. Они даже вместе выезжали на это место для осмотра, чтобы документально зафиксировать слова нашего героя. И на самом деле криминалист, вызванный из города вместе с опергруппой, подтвердили, что следы, обнаруженные на месте происшествия, принадлежат именно волкам. В общем, очень скоро удалось установить, как и откуда взялись эти братья-близнецы. Оказалось, что подкинуты они туда были собственной же матерью, живущей в соседней деревне. Женщина вела аморальный и разгульный образ жизни, и, как оказалось, посчитала, что эти дети ей не нужны. И вместе со своим сожителем решили ночью вывезти детей и оставить их там, где, по их мнению, их обязательно должны были найти. Хотя кто их должен был найти посреди чистого поля за деревней? Ни она, ни её сожитель так пояснить и не смогли. Но зато они чуть ли не с удивлением рассказывали, что придумали положить детей в ящик специально для того, чтобы ни волки, ни собаки не могли причинить им вреда. Вот такая вот родительская забота. А Артём, тракторист, нашедший близнецов в поле, очень переменился с того времени. Он ещё больше привязался к детям, проводя с ними всё свободное время. Через какое-то время он по личной инициативе организовал детский кружок авиаторов и конструкторов, где, собрав всю деревенскую детвору, они вместе конструировали авиа и автомодели. Совсем забыл сказать, да и вы, наверное, совсем не удивитесь, если услышите, что совсем скоро в семье Артёма снова случилось пополнение, у него стало сразу на два сына-близнеца больше. Долго не думая и трудно разговаривая с женой, они всё-таки решили усыновить брошенных младенцев. Не мог Артём поступить иначе. Где двое, там и четверо, решили они, забирая близнецов из детского дома. И ещё неизвестно, как бы всё сложилось, если бы не та самая волчья стая, изо всех сил старающаяся привлечь внимание человека. Вот и подумайте после этого, кто на самом деле человек, а кто животное. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok